Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас снова ностальгическая тема И мы говорим сегодня про юмор Про обозрение событий И так далее, и так далее То, что нам сейчас может быть знакомо По каким-нибудь российским таким шоу Типа Прожектор Пэрис Хилтон Или Камеди Клаб Но в Латвии был такой феномен Который сегодня представляют наши гости Это Вальдемар Микшис Добрый день Добрый день И Игорь Кривошеев Добрый день Добрый день Вот как раз эти два человека Несколько лет На ТВ Рига Вели программу Про гунчу и Кривика И эта программа Сегодня тема нашего эфира И мы расследуем Наверное Исследуем Феномен Вот этого Самодеятельного Движения Которое охватывало Наверное Очень широкие слои Интеллигенции Молодой И более старшего возраста И которая процветала В различных трудовых коллективах В Латвии Там В 70-е 80-е годы Были физики и лирики Были Было движение Клуба самодеятельной песни Когда Там Масса людей Собирались На разных полянах Пели песни под гитару Сочиняли Там и так далее Наши сегодняшние гости Имеют отношение К производственному объединению Альфа Это Игорь Клевошеев Он там работал И это Производственное объединение Тоже славилось Своими Талантами Молодыми Которые Проводили Различные слеты КВН Встречались С командами ВЭФа Других Мануфактуры Да Других Меропредприятий И это было Очень смешно И что самое интересное В этом абсолютно Не было Никакой пошлости Не было в этом Ну как бы Грубости То Того К чему мы сегодня Ну довольно таки Сносно И привычно Относимся Даже С экранов Телевидения Телевизоров Ну как бы Едим это все Хотя Наверное Не следовало бы Итак Сегодня мы вспоминаем Гончу и Кривика И Первый вопрос Как вообще Возникла Эта программа Кто ее придумал Валдемар Ты скажешь Я скажу Ну Люся Вы конечно Нас очень Так сказать Состарили Потому что Программа была Уже В другое время Это был Не Советский Союз Это был 93 Или 94 Год Когда Придумал Эту программу Ехимович Андрей Андрей Ехимович Да Тогда КС-видео Возникло А мы До КС-видео С Игорем И с Сергеем Сушко Сделали программу Которая называлась Кунгс Камера Шоу И это была Совершенно Совершенно Оригинальная программа Потому что Была такая Кирпичная стена Камера Стояла 4 метра От стены И общим планом Снимала то Что происходило На фоне Этой стены И на фоне Этой стены Мы делали Примерно 5-6-7 Камерных актов Когда мы так называли Кунгс Камера Шоу Камерные акты Это акт Который составлен Перед камерой Камерно И в камере То есть Это маленькая Интермедия Что это было? Это целый ряд Был Интермедий Целый ряд Интермедий И когда мы Эту программу Она наверное 15 минут шла Когда мы посмотрели Смонтировали Сделали Вот Валерий Колодинский Стоял за камерой Когда мы смонтировали Мы смотрели Что это было Действительно Это было очень оригинально И мы принесли Эту программу На КС-видео Сказали Да, ребята Здорово Молодцы Все Мы сделали Вторую программу Мы сделали Третью программу И тут какие-то Выборы были Очередные Я не помню Какие И тут Третью программу Приносим на канал И тут Господин Кривошеев Выходит Значит Фуражкой Милицейской И палочкой Милицейской И в камеру Говорит так Обер-лейтенант Агафоновс После чего Программу закрыли И я сказал Ну и все И ноги мои Не будет больше На вашем Поганом Свободном Канале Пошли вы все Скажем так Далеко И мы с этого И мы ушли А потом Аехимович Который уже делал Там передачи На этом канале На ТВ Рига На ТВ Рига Нет-нет Это было КС-видео На КС-видео У него ТВ-почта была ТВ-почта ТВ-почта Который я тоже участвовал Вот он ТВ-почта Игорь был Дико популярным Просто Это просто Немеренно был популярным Потому что Когда он Съел тюльпан Просто перед зрителями Сказал Праздник-то запрещенный 8 марта Но он был дико популярный Я вместе с ним ездил Мы в Кенгарак Все обожили Он ставил Воротник Ему в трамвай Не давали войти Воротник Вот так ставил Надергивал капюшон Потому что его все видели Он был дико популярный И вот тогда Легендарная фраза была Вчера был на базаре Вчера был на базаре Это было легендарно И все ему А что дальше было После базар А с этой фразы Начинался целый ряд Цикл Целый цикл Всяких смешных вещей Но первая фраза была Вчера был на базаре И понеслась Каждая собака Я помню Вот откуда Не знаю Милая моя Нежная моя Ножка Куриная Кунгскамера была Нет Это уже была Кунгскамера Это уже была Кунгскамера Ну так подождите А почему Обер-лейтенант Агафонов Вы меня Вы спросите У руководства Канала Почему они запретили Эту программу На свободном Там ничего И причем Понимаете Там не было Ни такого Ни антилатышского Ни антисвободного Никакого Диссидентства не было Мы занимались Просто чистым юмором Таким Авангардным юмором Ничего там Что меня и возмутило Именно это Меня возмутило Ничто другое Слушайте А вот Вы были знакомы До Гунчи и Кривика Сколько лет примерно? То есть все началось Когда Валдемар был Руководителем Я был руководителем Я был Я был художественным руководителем Дворца культуры Железнодорожников Который сейчас Дом Москвы И вот тогда был Юмористический фестиваль И вот на этом фестивале Я был в жюри Это был 90 Наверное 91-92 год Наверное так То есть это было вообще В прошлом веке Да Это было в прошлом веке И Ну это было Галимое Конечно Этот фестиваль Это все Это была Галимая самодеятельность Это Я смотрел Я еще руководил В Вильнюсе Театром миниатюр Я немножко к юмору Как-то имел Какое-то отношение Это я смотрел На это все дело И вдруг И вдруг Выходит Значит Двое ребят Которые называют Тебе в студии Свистать всех наверх Это был Игорь Кирвяшев И Сергей Сушко И вот тут я просто Поднялся со стула Потому что Это было Совершенно Так свежо Так оригинально Так смешно И это было Ну просто Ну я просто Аплодировал Кричал Браво Это единственный Кто тогда Вот так Вот так Вы познакомились Хотя они Да Так вот Хотя они не получили Никакую приеду Но мы тогда Мы тогда познакомились И я как-то Сказал Я хотел вообще Влиться в этот коллектив К этим двум ребятам Но Сергей Очень строго сказал Мы вдвоем Пятое-десятое А поскольку Мы с Игорем Жили Мы были соседними В Кенгараксе Да Поэтому мы с ним Быстро подружились И потом Сережка к нам Присоединился И еще до того Как с Сергеем Мы еще выступали Помнишь там Жванецкого Читали юмореские Уже с Игорем Дело А потом сделали Вот Кунгс Камера Шоу Эту программу И я Знаете Мы сделали Эту программу Пошли в Рэко Значит Ну надо было Как-то еще в те годы Какую-то бумагу получить Чтобы ты мог выступать Рэко Это что такое? Рижское концертное объединение? Именно Вы представляете Значит Мы приготовили программу Которая идет Почти полтора часа Выходит таких Три рояля В кустах Понимаете И я вдруг вижу Что в зале Сидят три человека Ну я понимаю Что я могу стихи Какие-то почитать Для них Но не юмористическую Программу Делать для трех людей Конечно Мы ее провалили Потому что Ну а для кого играть? Это же смешно было Поэтому я сказал Послушайте Плюньте ребята Пошли Давайте сделаем по-другому И я пришел А зачем вообще Это было Все надо вам? Вот Игорь Ты еще тогда на Альфе работал? Или уже все Завод закрылся И ты стал шоуменом? Да Ну я хотел бы отметить Не столько на Альфе Сколько в институте микроприборов Это были два противопоставящих Научно-исследовательских институтов Да И мы работали с Андреем Ехимовичем Ехимовичем С Андреем Ехимовичем Крупа Цемент Наш рокер известный Да Да, абсолютно Ну мы познакомились именно там Именно там Я вот Когда вернулся с армии Поднимался по лестнице Тоже был фестиваль юмора И им не хватало одного героя И он меня увидел Я поднимающимся по лестнице И говорит О Ты нам подходишь Ты нам подходишь Я говорю Да А я уже знал Я видел Андрея И мне дико хотелось с ним познакомиться Он говорит Будешь пятикантропом? Я говорю Буду кем угодно Потому что у меня Была мечта Познакомиться с Ехимовичем Да Ради Ехимовича Пошел на все И вот я сыграл гориллу И очень понравился Андрею Практически как Челентано И вот оттуда все началось Да И вот он видел мою пластику Мою самобытность И он также знал А вообще Андрей Кого только не знал Он знал Сергея Сушко И он нас свел То есть это как бы Было отправной точкой Нашей творческой Совместной деятельности Ну то есть это душа требовала Или просто вот Была такая мода Вот на этот юмор На какое-то самовыражение Я думаю что Просто как это объяснить? Потому что люди раньше общались Лицами Да Словами Потому что сейчас гаджеты Да Сейчас сидишь Смотришь в экраны Как бы Вот это А так мы общались Мы смеялись Нет ну кто-то был хорошим математиком Инженером Мы были юмористами Андрей был Ехимович Там рокером Мне все это нравилось И как бы Даже вот на всех концертах Рижского рок-клуба Мы с Сергеем Сушко Были в перебивках Да Вот Одна группа закончила выступление И мы делали свои номера Которых примерно Около 150 у нас было с Сергеем И я к чему говорю Что это все витало в воздухе И не просто так Как Волдемар появился Но вы же сами все придумывали То есть это Да Безусловно Я хочу Это литературное творчество Фактически Да Я хочу сказать Что гений Сергея Сушко Он для меня всегда будет витать В облаках Потому что Скажем Именно благодаря Сергею Мы придумывали все номера А может быть Благодаря мне Мы как бы Это могли воплощать То есть Серж был конечно Серж был фантастически талантливым человеком В фантазии Причем и в музыке И вот скажем В каких-то юмористических вещах Он был конечно Он фантанировал идеями Фантанировал идеями Да Слушайте Вальдемар А скажите Вот все-таки Чтобы Эффект смеха Сработал Вот что для этого нужно было Чувствовать как-то Понимаете Актуальность каких-то событий Вот На что люди реагировали Как это вообще возникало Нет В этом отношении Если мы говорим Скажем О студии Свистать всех наверх Или конскамерешо Что это Какая-то Актуальность Каких-то событий Я не думаю Что это самое главное Да Юмор Он Он вечен Поэтому Самые лучшие вещи Вот когда мы Пытались вот еще Буквально два года назад Вместе собраться И что-то сделать Я посмотрел Эти все наши Вещи Которые были Они нисколько не изменились Понимаете Они Если Это есть Если хороший юмор Он Он вечный Вот как у Горина Помните Этот его Заменитый его Врач Когда говорит Голова Предмет темный Да У вас что будет Голова А почему у вас повязка На ноге Сползла Но это Вечный Понимаете Это не имеет отношения К какой-либо Актуальности Да Вот самый прекрасный Юмор И самые лучшие Анекдоты Они те И вот Они вечные И вот ребята Которые делали Да У них были какие-то Может быть Там Сиюминут Какие-то вещи Но их было немного Они занимались Теми вещами Которые были Вот сегодня Мы Игорь вышел бы Сегодня Вот на сцену И сыграл бы Свою шпагу А она Нисколько не изменилась 30 лет назад Когда он выходил Нисколько не поменялась И мы играли Эту 30 лет назад 20 лет назад 10 лет назад Он выходил Нас Делал эту шпагу Реакция была Одинаковой Одинаковой Хорошо Значит Вы сделали Кунгст Камеру Сделали Три программы Значит Вам их зарубили Как возникла идея Гунчи Кривика Потом Вот тогда Вот тогда Ехимович Который делал Тогда программу Вот у него Возникло Это вот Сделать Какое-то Вот такое Две гитары Висят на стене Типа Бивида Батхита И начинает Стебать Все Что они Видят На экране На экране Телевизор Естественно Да Я конечно Сказал Никогда Никогда Не пойду Ни туда Ничего Все Пошли Все К чертовой Матери Но Ехимович Сначала Игоря уговорил А Игорь уговорил Меня И в общем-то Это еще Лето Было Без денег И я В конце Казов Согласился И мы Эту программу В августе Сделали И вот Самое интересное Что было Передача Пять минут Две гитары Висят Старая Молодая Смотрит На экран Телевизора Стебает Все программы Начиная Там от Спортивных Передач До Художественных Фильмов До ток-шоу Все что Все что Вообще И эротических Кстати Это да Эротические Были популярные Да Залитоды Туда Сюда Да И вот И через два месяца Это было в октябре Был фестиваль Международный фестиваль Телевизионных Программ И значит Это КС-видео На этот фестиваль Послали Пятиминутку С Гунчей И Кривиком Каково же Наше было удивление Когда мы Мы получили Второе место В номинации Развлекательных Программ Причем Люся Первое место Получил Пока все дома Тимура Да Да Какое-то ОРТ Да И какой-то Пятикопеечный КС Который Вообще Никто Ничего Не знает Пятиминутку И мы Получили С Игорем Это было Мы получили С Игорем За эту программу По чайнику Я говорю В прямом И переносном Смысле По голове Что ли Или Мы получили По фарфоровому чайнику По простому фарфоровому чайнику Что получили Какую там денежную премию Или прочее Получили начальство Я про это говорить не хочу Но наверняка Что такое В этом отношении было И вот С того времени С того времени С этого октября Семь лет Мы были Сначала На КС-видео А потом На ТВ-риге Программа Шла Пять минут С двумя повторами Утренним И вечерним На протяжении На протяжении Семи лет И мы могли бы Еще Больше Эту программу Делать Если бы Вот Руководители ТВ-риги Значит Не про Не проиграли Свой канал Хорошо А имея Такой популярный Ресурс Ну и с такой Историей Почему вы не ушли На какую-то Другую площадку Вы имеете Ввиду В Риге В Латвии Вы знаете Да Да Это хорошо Знаете Когда мы поняли Что мы вообще Очень популярны Это когда мы Из Кенгаракса С Игорем Ехали на трамвай Значит В город И там Под мостом Когда трамвай идет Ну не доезжая До центрального ринга Значит Под мостом Было написано Большими буквами Гунча И Кривик А я понял Да Мы тогда действительно Слава при жизни Мы уже Слава была при жизни Знаете Когда канал Закрылся Гриша Берг Пригласил на Радиопик Открывала Да Он говорит Давайте ребята Вот такая популярная Давайте сделаем Значит Радиозвон Радиозвон Не телезвон Как у нас был Да Радиозвон Сделайте мне Пилотную серию Я вам дам Олеся Шалецкую Она вам будет Музыку ставить Мы с Игорем Сделали Пилотную серию Олеся такая Олеся вообще Замечательная Совершенная Такая хохотушка Все Она все время Зажимала себе Рост Ставила на музыку Мы сделали Эту часовую Программу И Гриша Говорит Ну ребята А он говорит Я уже говорил Об этой проблеме Кто нас будет Продавать Он говорит Я хочу вас продавать Вот я вас буду Продавать Ну он говорит Посмотрите Вот по рейтингу Вот Олеся Шалецкая Ее программа На первом месте Вы на втором Радиозвон А все остальные Уже там Все Подписывайте бумагу Ну я беру Ручку Значит И тут С моими послеповатыми Глазами Я вдруг вижу Такую цифру Как пять Латов Я говорю Гриша Что такое пять латов Он говорит Это вот Вот пять латов Это вот вам А пять латов Это Игорю Я говорю Это за Часовую Авторскую Оригинальную Развлекательную Юмористическую Программу Вы собираетесь Мне платить Пять латов Это вы так Собираетесь На мне деньги Зарабатывать Я говорю Пошел к черту Все Игорь Еще К нему пришел Ты же помнишь Еще какие-то деньги За пилотную серию Взял у него И там все Закончилось И вот Что говорить Если Была такая передача Узвара Которую тоже Андрей Ехимович Придумал На ТВ3 Она была Ее спонсировал Сын Инина Тогда еще Это с Параксом Было связано Как-то И он видел Что это Интересная Может быть Серия Такая Тоже Вот таких Передач И он Из своего Собственного Кармана И свои Зарплаты Спонсировал Потом ТВ3 Начали Реформировать Что-то Инина Здесь Не стало Он вернулся Обратно В Россию В Москву И как бы Финансирование Остановилось Кто будет платить Платить Некому Просто так Это делать Извините Время стоит На телевизионном Канале Неслабых денег Ну вот Пробовали В свое время И там И там И так И этак Нет Ну маленько Понимаете Потому что Не пошло ТВ Рига И ТВ Рига Это же только Рига И Рижский район Да Больше Больше нас никто Не видит Хотя на самом деле Что еще Люся Интересно Мы же не просто Делали эту передачу Да Мы делали еще Четыре Новогодние Передачи Трехчасовые Где уже Мы не выступали Просто в качестве Там двух гитар Которые Мы выходили Как актеры И это было Примерно Вот как Городок С Состоянным Олеником Да Когда мы выходили И вот Мы делали Какую-то Вот такую Миниатюру Потом шел музыкальный клип Может быть реклама Потом еще одна миниатюра Трехчасовая программа Три Четыре Эти программы Мы еще привлекли Своих друзей Валерку Колодинского Игоря Паперна Моих актеров Серебряного века Из моих актеров Из детского театра Витамин Ну минимум Минимором В основном Это конечно Делали мы Надеюсь Самое было интересное Когда это все Закрылось И причем И что еще интересно Что нам звонили И говорили Послушайте Ваша программа Гораздо интереснее Мы переключались Там С российских каналов На ваши Потому что Это очень смешно И прикольно Ну вот и ладно Потом Когда это все Закрылось На одном На одном празднике Который я проводил Какой-то корпоратив был Значит Там были гости Из Петербурга И поскольку Мы с Игорем Наверное там выступали Какой-то кусок Из фрагмента Показывали Он говорит Мы вас знаем Послушайте Мы видели Вашу программу Это было так здорово Я говорю Послушайте Вы не могли Видеть нашу программу Потому что Это только для Риги и Рижского района Нет Ну как же Мы видели Мы знаем И они начинают Нам Эти петербургские гости Начинают мне Пересказывать Мои же шутки Так Валдемар Вот на этой Интригующей минуте Мы Немножечко Прервемся На рекламную паузу Пожалуйста Не переключайтесь Мы Ждем Ваших звонков После перерыва По телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 У нас в студии Легендарные Гонча и Кривик А в жизни Это Вальдемар Микшис И Игорь Кривошеев Добрый день Еще раз Продолжаем Нашу программу Очевидец Она называется И сегодня Мы вспоминаем Легендарных Гончу и Кривика Они сегодня У нас живьем Прямо в эфире И в студии сидят Это Вальдемар Микшис И Игорь Кривошеев Люди Которые делали Очень много Юмористических Программ В начале 90-х И наверное Что в начале И фактически В начале 2000-х Тоже или нет Уже 2000-е Закончились Нет Что-то там было В начале В самом начале Еще было Да 2001-2002 года И перед перерывом Мы узнали От Вальдемара О том Что Оказывается Программы Которые выходили В Риге Ушлые Телевизионщики Продавали За границу И они Транслировались По телевидению Видимо Где Где Вальдемар В Петербурге Вот петербургские Гости были тогда И я был конечно Дико удивлен Потому что Ну когда твой юмор Который мы с Игорем Придумали Все шутки Которые мы Ну в принципе Петербургцы Не могли этого знать А когда они Мне начинают Об этом рассказывать Но я понимаю Что они действительно Действительно Эти программы Видели У нас есть звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Мы вас слушаем Здравствуйте Да Добрый день У меня У меня У меня У меня вот Такой вопросик И вы помните Ну ваши гости Помните Такого Юмориста Как Головко Ну конечно Помним Ну вот Он выиграл В 80-х годах Первый приз На конкурсе Значит Эстрады Ему Значит Первый приз Это единственный случай Вообще От Латвии Так вот Ему Поощрительный приз Несколько концертов Концерт На зале Октябрьский В Ленинграде Да 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 И что И что Вот он пришел Это я С первых рук Знаю Да Вот С его друга И там сказали Мялись Мялись Битвы Не можем вам сделать Потому что Этот зал Забит Юмористом Номер один Винокуром И запрет Всем остальным Участникам Значит Хоть он призер Хоть какой Да 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 Странно мне Головко об этом Не говорил Да А вот Спросите у него Теперь спросить у него Уже не получится Потому что он уже В лучшем мире Серьезно? Я вот не знал Да Вы не знали Да По-моему В прошлом году По-моему В прошлом году Он умер Да Он был хороший Да Он был хороший Юморист Спасибо вам За ваши воспоминания Телефоны В студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Видите мы Как-то Плавно Перешли К коммерческой Составляющей Вот Все этой Деятельности Мы видим Сегодня Что Резиденты Камеди Клаб И так далее Это просто Очень Состоятельные Люди Это продукт Который Просто Идет на ура Как в Телевизионном Так и в концертном Формате Вот Что помешало Латвии Ну или Вот Людям Которые На латвийской Почве Произросли И Сформировались Стать Вот Всемирно Известными Ну Всесоюзно Известными Потому что Не стало Союза Вы правильно Сказали Сейчас Комеди Клаб Стендап Просто Люди Родились В нужное Время И в нужном Месте В свое Время В то Время У нас Вот Не было Таких Возможностей Хотя Где это Ну мы Говорили Вот В куларах Да О том Что КВН Мы тоже Играли В Латвии В Риге Играли Среди Известных Производственных Объединений Ну и Латвийская Команда КВН Выступала На фестивалях Тоже И был Задорнов И он И витала В воздухе Такая возможность И слухи Такие были Что возможно Что могут Составить Команду Из Риги И отправить КВН В Москву Но это Только были Слухи И только Это витало Послушай Ты расскажи Что тебя же Приглашала Регина Дубовицкая Вас Туда В Москву Вы же там Выступали Ну да Мы были Мы выступали На первом Фестивале Море смеха Здесь Который Марк Дубовский Проводил Царство ему небесное Проводил И там был Ян Эрлазоров А мы участвовали Как гости Мы не были Конкурсантами И он сказал Что это за люди Фарс-мажор Да То есть Игорь Паперна Это другой проект Валерий Колодинский Да Это другой проект Игорь Кривошеев Это же нормальные ребята И тогда нас включили Вот в состав Конкурсантов И так сказать Мы там завоевали Симпатии Узин Потому что приз Мы не могли получать В силу того Что не были заявлены Да Вот И тогда Дубовицкая сказала Ребята Я приглашаю вас К нам Туда В Москву Вот сделать Поучаствовать В конкурсе Юмора Тоже Да То есть От Латвии С удовольствием С удовольствием Сказал я А все остальные Сказали Нет У нас дела У нас там Семьи Или еще что-то То есть В принципе В принципе Я был готов Это была Мы не поехали Это была хорошая возможность Я помню Было холодно Была зима Это был телефонный разговор Вот И я подумал Здорово-здорово Хотя бы что-то согреет Но ребята сказали Нет Мы наверное Все-таки Не поедем Во всяком случае Не сейчас Вот Так я к чему говорю Что если бы мы поехали Может быть Что-то бы и вышло А может быть И нет Не знает никто То есть мы Не попробовали Реально Это вот Это конечно Да Я не знал об этом Что они сказали Я не знал Да Это было Послушай Но я думаю А второй момент Понимаете Второй момент заключается Вот в чем Ну ладно То что мы Не в России Живем Не в большой стране В маленькой стране Живем Этот момент Момент заключается В другом Вот то что мы Скажем С Игорем Мы можем То что я вам говорил Люся Мы можем сделать продукт Мы можем сделать Хороший продукт Который будет Хорошо будет покупаться Но это одна профессия Человек Который делает продукт А вторая профессия Это тот человек Который занимается Продажей Этого продукта И вот в этом отношении Нам с Игорем И вообще Мне в моем Серебряном Не повезло Не повезло Человека Который Да Который понимали Да Это действительно Хорошо Но не было Человека Которые могли бы Это раскрутить И это И это Продать Плюс то Что Игорь сказал Что мы Мы тогда Жили в другое время В мире Который Переворачивается И неизвестно Что там Будет дальше А кормить семью надо Я вижу Что у нас были Звонки Телефонные Уважаемые Радиослушатели Я не вывожу Вас в эфир Потому что Не хочу Перебивать наших гостей Поэтому Немножечко Наберитесь терпения Если вы звоните И есть соединение То Мы это видим И мы обязательно Вас Выведем в эфир Вот как раз Кстати у нас Есть сейчас звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Мы вас слушаем Алло Ну вот сорвался Звоночек Ладно Значит Вальдемар Микшис И Игорь Кивашеев У нас в студии Мы вспоминаем Гунчу и Кривика Юмор 90-х годов И у меня Вот такой вопрос Да Сейчас С одной стороны Формат Вот этих Юмористических Шоу Он очень Востребован Популярен И Финансовый Ёмок А с другой стороны Вот есть Такой феномен Как внутри Лапенко Да Артист Который Придумал Собственно Свою Программу Начал ее делать Через социальные сети Через инстаграм Вот И потом Нашел Так сказать Соратников Которые перевели Это все Это все В формат Ну Большого телевидения Большого Ютуба Да И Вот Что Привлекает В этом Шоу Внутри Лапенко Как раз Та Может быть Ностальгическая Тонкая Работа Которую Он делает В нем Нету Вот Этой Обращений К нижнему этажу Так сказать Человеческого Тела Нету Пошлости И это Людям Очень нравится Наверное Это как раз То В чем Вы Специалисты У нас есть Опять Был звонок Но Человек Разумеется Дозвониться Человек Звоните Звоните Я вижу И буду Выводить вас В эфир Вот В чем Вы видите Ну как бы Силу и слабость Формата В котором Вы работаете Вот он может Вот Как бы Лапинка Показывает Что Такой формат Может Найти Почитатели И в наше время Не все Пропитано Пошлостью Матом Там И сквернословием Или Все-таки Это Какое-то Прошлое Которое Ушло Я думаю Что Немножко Во всяком случае Для меня Это немножко Ушло Это ушло Я думаю Потому что Когда ты молод Когда В тебе Энергия Плещет Когда У тебя Есть свой Зритель Конечно У меня Свой Зритель Есть Всегда Это Моя Жена То есть Именно Она Главный Критик Моя Моя Творчество Вы знаете Тут я могу Сказать Посмотрите Это можно Посмотреть Посмотрите Скажем Вокруг Смеха Вот эти Старые Программы Когда там Камера Отходит Посмотрите На зрителей Которые Сидят И посмотрите Скажем Камеди Клаб Посмотрите На тех Зрителей Которые Сидят Просто Возьмите Сравните Вот Одних Зрителей И других И ты Тогда Очень Четко Понимаешь Что Ты Живешь Совершенно В другое Время Совершенно В другое Время Давайте Мы послушаем Что нам Все-таки Радиослушатели Скажут Добрый День Здравствуйте Воспоминания Так Расшевелили Мои Старые В те Времена Мне было Наверное Лет 17 Наверное 18 Когда был Рижский Рок-клуб Я так Понимаю Ваши Гости Они были Теми Людьми Которые Между Выступлениями Делали Заставки Такие Да В том числе Да Это было Очень Здорово Большое Спасибо И Хотел Сказать Еще Спасибо Вообще Андрею Ехимовичу Тоже Еще Я его знал Когда был Поезд Ушел После Поветного Стал Они Сделали Очень Много В свое Время И Большое Спасибо Вашим Гостям И Ну и Вообще Тем временам Спасибо Вам Спасибо Так Все-таки Публика То есть Вы считаете Что Та публика Была более Интеллектуальная Что ли Нет Ну конечно Нет Послушайте Люся Ну это Сравнить Нельзя Просто Мы живем Немножко В другое Время Только Вы в этом Отношении Правы Потому что Та публика Которая Тогда Была Она Все-таки Осталась Знаете Вот я И я Вот как Актер Я Отделю Всегда Те Кто приходит В зал На две Категории Это публика Которая По определению Дура И для этой Публики Я никогда Ничего Не делаю А есть Те Которые Которые Зрители А зрители Это Мое Альтер Эго И вот Для Них Я Выкладываюсь По Полной Программе Что Бо Я Не Делал Делал Я Какие-то Серьезные Вещи Там По Цветаеву Гумилеву Ахматову Или Прочие Или Тючеву Или Я делаю Какие-то Юмористические Вещи Это Другой Вопрос Потому Что Эти Зрители Есть Они Не Ушли Их Они Может быть Остались В меньшинстве Но Они Есть Это Сто Процент Я Могу Я Вот Как Человек Который Выходит На Сцену С Какими-то Спектаклями И Программами Я могу Точно Сказать Они Точно Есть Вот Один Из Наших Слушателей Опять Дозвонился Добрый День Говорите Мы Здравствуйте Еще раз Знаете Ну вот Вы Тут Упомянули Ехимовича У нее Своя Передача Имеется Вы про Илону Ехимовича Говорите А мы про Андрея Ехимовича Говорим Ну я Вот Часто И про Андрея Скажу Почему Ей бы Не Сделать Передачу Вместе С Андреем У него Может Он На гитаре Сакомпанировать Ну конечно Это надо Обращаться К Андрею Ихимовича Хорошо Спасибо За предложение Да Я Вот например Так высоко Не летаю Как Валдемар Альтер Эго Зритель Ну поэтому У меня Серебряный Век Театр Все таки Да У меня на данный момент Только два зрителя Это моя дочь И моя жена Я повторяюсь И буду повторяться Слушайте Ну если Вот Юмор Это вне времени Вот Как вы цитировали Горина Да Голова болит А почему повязка На ноге Сползла Может быть Есть смысл Поднять архивы Вспомнить Ваши Так сказать Старые Номера Вот Или нельзя дважды Войти в одну реку 1 апреля Прошлого года Не этого года Прошлого года Значит Мой директор Директор Вот Серебряного века Он Он мне предложил Давай Сделаем программу С Гунчей Криви Гунчей Криви И компания Значит Компания Вот Театр Серебряный век Куча юмористических моментов Но основа Конечно Это наши С Игорем Шутки И я конечно Хвост распустил Игорь позвонил Игорь тоже Сказал Да Нет Я сказал Ничего Из этого Не будет Вот увидишь Ничего Не будет Хотя Мы встретились Сделали Пятое Десятое И уже 1 апреля И тут Вот то что я вам говорил Понимаете Вот нет человека Которым могут заниматься Нормальная продава Он взял И отменил Эту программу Просто Не сказав Ни мне Художественному руководителю Театра Ни моим актерам Ни Игорю А просто взял И отменил программу Хотя уже была Напечатана афиша Хотя уже Продавались билеты Пятое Десятое Ну и естественно Я как всегда Хлопну в двери И ушел из театра Ну в общем Тогда мы можем Вот прям в эфире Сказать Что есть Так сказать Творческий потенциал Есть Пока мы живы Конечно есть Живые артисты И нетленные шутки Которые можно Так сказать Выйти Вывести на сцену Вывести в ютуб Вывести там В инстаграм И так далее Для людей Которые этим занимаются Я думаю Что это проблемы Не составит То есть Ну На самом деле Гунча и Кривик живы И В памяти В памяти В памяти В памяти И как артисты Они тоже живы А вот скажите У вас какие-то архивы Сохранились Можно видео посмотреть Можно Может быть Где-то Аудиозаписи есть У меня было Очень много Записей Но Открылся Так бездарно И он сказал Да Можно перевести Туда Сюда То есть В любом случае В любом случае Этот материал Поскольку Я с Валерой Говорил Буквально Недавно Материал Этот у него Перевел Он не перевел Он занимается Занимается Другими делами Но Этот материал Есть Я думаю Что он Сто процент Есть Какие-то Еще афиши Тоже Наши Есть То есть Вот если Был бы Человек Который Сказал бы Вот Вальдемар Игорь Гунчик Кривик Давай сделаем Или телевизионную Программу Там я не знаю Какую-нибудь На ютубе Каком-то Или там Вообще Давайте Давайте В театре Давайте Сделаем Вот вы только Сделаете А я вам Вот вы только Сделаете Программу А я вам Все остальное Вот сделаю Да Я думаю Что он У нас С Игорем Не заржавеет Мы могли бы Тряхнуть Стариной Тем более Немеренно Всего чего Есть Вот если Мне надо было Сделать Сказать Вот сделайте Вот скажем Там Десятиминутную программу Сколько вы можете Сделать Десятиминутную программу Я бы сказал Ну Двадцать Давайте За месяц Мы сделаем Двадцать программ Пожалуйста И мы можем Десятиминутные программы Десять Десять Программ Пожалуйста То есть Десятиминутные программы Двадцать программ Пожалуйста Материалы уже есть А уж снова Сколько материала Да Да зашибись Вот Владимир Всегда ты был Самонадеянным Авантюристом И потому что Я был Самонадеянный Авантюристом Мы просуществовали Какое-то время И мы просуществовали и мы сделали, и мы делали кучу всех этих замечательных вещей. Надо быть военчуристом. Время программы подходит к концу, я бы хотела все-таки у вас спросить, у обоих, в чем феномен этого движения, вот этой тяги людей к творчеству? Ведь ни один из вас не является профессиональным артистом, но, Вальдемар, у вас вся жизнь связана как-то с театром и с артистами, с литературой и так далее? В любом случае, все равно я не профессиональный, ни актер, ни режиссер, у меня профессионального образования нету, просто у меня 40-летний опыт работы. Еще с университетских времен? Да, ну вообще, начиная со школьных времен, я могу за время моей жизни выключить, может быть, три года, когда я не выходил на сцену и что-то не делал в качестве актера, режиссера или там руководители театра и прочее, прочее. Поэтому опыт – это самое главное, да, это другой разговор. Вот что теперь, отвечая на ваш вопрос, Люся, да? А какой, кстати, был вопрос? Вопрос вот что, вот, нет, вот, понимаете, есть все-таки какие-то… Что людей побуждало к этому, да, к этому творчеству, почему это было? Есть, понимаете, есть какие-то все-таки вечные вещи, вещи, которые, понимаете, которые понимают, когда нам школьник говорил, ну вот школьник, дядя Вальдемар, я помню, как вы там это самое, вы там это гончи говорили, и какую-то мне шутку вспоминает, и я уже сапорту шутку забыл, да, а он школьник, да, и когда вот тот, который нам звонил, когда уже даже старше нас, помнит эти вещи и говорит, значит, в этом было что-то такое, то, что, ну, то, что трогало и задевало людей, это им было близкое, да, то есть мы задевали какие-то вещи, такие, которые касаются, которые касаются многих людей, да, многих людей. То есть это потребность духа, потребность души была? Нет, это только, мы же не делали это за деньги. Вот именно. Ну, это же никогда в жизни такого не было. Мы не делали это. Деньги, которые, если приходили, то приходили, нам было, в принципе, плевать. Нам было... Окружение и идея. Общаться друг с другом, это было самое прикольное, потому что, когда мы делали телезвон, с Игорем он приходил, ну, его жена записывала какие-то фрагменты из передач, потом он приходил ко мне с этими фрагментами, мы садились за стол, там распивали бутылочку и писали все эти шутки. А пять минут, на пять минут, Люся, у нас было семь-восемь шуток, которые прошли от десяти секунд до полторы минуты, да. И мои мальчишки, жена моя гнала их к чертовой матери, они стояли у кухни, потому что Игорь, он же юмор делал из ничего, просто из воздуха, это было так смешно, это было так прикольно. То есть мальчишки ржали где-то в коридоре? Да, 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 потому что вот дядя Игорь придет, нет, нет, и дети спали, не, 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 а он же вечером приходил, мы же вечером делали программу, на следующий вечер уже ехали ее монтировать, да. Общение, это было вот самое главное, это вот самое главное, радость общения, да. Это было... Ну, вообще самодеятельность, как таковая, она же куда-то делась, вот я что-то не знаю сейчас вот молодых профессионалов, которые бы, ну, как бы, после работы бежали куда-то... Я не думаю то, что мы делали с Сергеем Сушко или с Игорем, что это имеет отношение к какой-то самодеятельности, я не думаю. Я знаю, я просто как профессиональный человек в этом деле, это было абсолютно не самодеятельность, мы делали абсолютно оригинальные вещи. Профессиональные. Не имеющие, конечно. У нас наша Гунча и Кривик была абсолютно профессиональной телевизионной программой, никакой не самодеятельной. Итак, сегодня мы вспоминали Гунча и Кривика, и вживую у нас были в гостях Вальдемар Микшис и Игорь Кривошеев. Мы пришли к выводу о том, что нетленный юмор, он где-то сохранился в анналах, и если что, ребята, мужчины, могут тряхнуть стариной и прям-таки 20 программ по 10 минут выдать на гора в течение месяца. Игорь, последнее слово подсудимого. Я буду еще когда-нибудь здесь в этой радиостудии, пользуясь случаем, я хочу передать привет своей жене и своей дочери. Я вас люблю. Я люблю. У Вальдемара зрители – это альтер-эго, а у Игоря зрители – это его жена и дочь, поэтому всем зрителям передаем привет. Спасибо огромное Вальдемару и Игорю за участие в программе. У микрофона была автор и ведущая Люся Прибыльская и режиссер студии Родион Солтарев. Всего доброго, до встречи через неделю. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова